КАРАТЕ В ВКФ среди юношей, кадетов и юниоров от Украины отправилось 22 спортсмена. Но максимальным результатом в Сербии для нашей команды стали 3 пятых места в КУМИТЕ. Их добыли Егор Корягин из житомирского клуба «ДЖТ», Юлия Дорофеева из одесского «Маугли» и Анастасия Степашко из одесского «Тигренка». Отметим, что это вполне могли быть и три медали, но за бронзу ребята побороться не смогли. Было вообще очень интересно драться с представителями других стран, потому что у них другие школы, совсем другая техника. Я выиграла три боя у англичанки, датчанки и сербки. Потом было еще два боя. За финал на последних секундах я пропустила, поэтому проиграла. И потом за третье место просто не собралась и тоже проиграла бой. Я, конечно, ездила на международные турниры, но никогда еще раньше не была на чемпионате Европы. Как любой тренер рассчитывал на победу. Это был дебютный турнир такого уровня для спортсменов нашего клуба, чемпионат Европы. Мы много участвовали в турнирах международных, много участвовали во всеукраинских, было много золотых медалей. Но тут все-таки уровень официального чемпионата Европы отложил отпечаток очень серьезный и на уровне восприятия девушками нашими, и на уровне ответственности. Ну и, естественно, уровень спортсменов, с которыми приходилось сталкиваться в этом турнире, на порядок был выше. Первый бой у меня был с девочкой из Шотландии. Я выиграла 2-0. Потом я вышла на русскую. По США выиграла 3-0. Следующий бой был с француженкой. Такая хорошая девочка была. Я ее выиграла 2-0, по-моему, тоже. И потом в полуфинале я вышла на представительницу из Италии и проиграла ей. Со счетом 3-0. Она сильнее была или судьи, или как, или что? Нет, не судьи. Она очень подготовлена, хорошая девочка. Она впоследствии в финале стала первой. И потом я вышла за третье место. Я дралась с девочкой из Сербии. И буквально на последних секундах пропустила очко. И 1-0 проиграла, и стала пятой. Пятое место при 40, при 38 участниках. Это достойный результат. Пятое место взяли спортсмены, на которых, в принципе, мы не рассчитывали. Рассчитывали на других. Но это говорит о потенциале все-таки нашей молодежи, о потенциале нашей сборной. И я надеюсь, что мы реализуем его уже в ближайшем будущем. А вот Артем Маковский из одесского клуба «Спарта» провел лишь два боя. И если Словака одолел, то с турецким спортсменом не справился. По разным причинам. Первый бой я весь... Ну, начало боя лидировал с преимуществом в 1 очко. И в конце боя начал вязаться, и мне дали наказание кик-оку. Это 1 очко ему. И началось дополнительное время. В дополнительное время я забил 3 очка, я выиграл с счетом 3-1. Также сам мне дали наказание за удар в спину. И забрали 1 очко. Турку я проиграл с счетом 3-1. Первый забил очко. И потом начал он уходить, я его пресельговал. Попадал очки, но главный судья отдавал ему очки. И так вот получилось. Проиграл. Нормальное судейство, но дальше 5-го места никого не пропускали. Как бы тянули французов, турков, итальянцев. Там как бы наших судей нету. Судьи все из Европы. И получается тянули своих. Мы рассчитываем на медаль в следующем году и с Артемом. И у меня есть ряд учеников, которым исполнится 14. Почему еще Артему было тяжело? Он только перешел в эту категорию 16-17. Только исполнилось 16 лет ему. Поэтому, ну, впереди и впереди ждет нас успех. Просто действительно нам надо быть на голову выше всех тех спортсменов, которые в Европе, чтобы побеждать. Вот мы и подошли к проблемам. Тут их целый вагон и маленькая тележка. Это и отсутствие нормального финансирования со стороны государства, и нехватка представителей украинского судейского корпуса на таких турнирах, что в таком субъективном виде спорта очень важно. И так далее. Все-таки это чемпионат Европы, и ты встречаешься всегда с чемпионом, ну, другой страны. Правильно я говорю? И если какой-то фактор на их стороне, это уже минус нам. Если этот фактор, это судейство, то это огромный минус нам. Как бы мы ни работали, если даже работаем на равных, в любом случае по судейским решениям отдадут другую сторону, так как наша страна не имеет влияния. Проблемы с подготовкой команды, потому что сейчас, именно в данный момент, государство почему-то к украинской лиге повернулось спиной, скажем так, даже не был выписан приказ о командировании Е-команды за наш счет по непонятной причине. Сейчас будут разбирательства на эту тему в госпом спорте Украины. То есть, не было сборов. Основная проблема нашей лиги – это финансирование. То есть, ехали спортсмены за свой счет, за счет тренеров клубов. Это, конечно, сказывается на моральном духе команды. Ну, конечно, были упущения где-то в подготовке некоторых спортсменов. Мы ожидали лучшего результата. Было 22 участника от нашей страны. Все-таки, как бы, прогнозировалось лучшее выступление. Но некоторым не повезло просто, а некоторые проиграли, потому что слабее. С одной стороны, конечно, приятно, что воспитанница нашего клуба показала один из лучших результатов национальной сборной. С другой стороны, объективная ситуация такая, что это был максимальный результат в отношении нашей страны. Но нам очень далеко еще до спортсменов итальянских, турецких сборных. Это спортсмены, которые не только сами по себе демонстрируют результат, а спортсмены, на которых работает вся инфраструктура, спортивная инфраструктура стран. В принципе, в сравнении с нашим уровнем, конечно, мы смотрелись как аматоры. Но, тем не менее, наверное, тем значительнее и важнее результат, показанный девочками на фоне отсутствия государственной поддержки, отсутствия самой инфраструктуры и спорта. Отметим, что в итоге Италия заняла первое общекомандное место. Турция второе, Франция третье. Испания, Россия и хозяйка турнира Сербии расположились вслед за ними. О месте Украины промолчим. Хотя результаты, показанные юношами, руководство лиги рассматривает не только с позиции занятого места, но и как этап перехода на взрослые татами. Кстати, чемпионат Европы среди взрослых, который пройдет в Швейцарии, уже не за горами, в мае. Не секрет, что спортсмены из юниорского возраста во взрослый переходят с большими проблемами, потому что все-таки разный уровень турнира, и не все юноши, чемпионы мира и Европы становятся такими на взрослом татами. Поэтому наша цель не только выиграть, но и сохранить то, что мы имеем, чтобы на взрослых выступлениях результат был достойный. В ближайшее время Украинская Лига Карате планирует провести ряд семинаров для тренеров, чтобы помочь тем в освоении новых методик подготовки спортсменов к подобным форумам. Ну, я не очень довольна результатом. То есть, я думаю, что если бы тренировалась побольше, посерьезнее, можно было бы взять медаль. Но я думаю, что сейчас буду тренироваться лучше и подготовлюсь к следующим соревнованиям. В ближайший год я собираюсь тренироваться и хочу в следующий раз показать еще лучшие результаты. Наш дебют. Для дебюта неплохо, но дальнейшие наши планы – это чемпионат мира в Малайзии. Там уже будем стараться исправить ситуацию и показать лучший результат, привести домой медаль. Мы сразу же стартанем со спарринг-сборов перед чемпионатом Украины. Чемпионат Украины будет в середине марта. До этого мы решим или в Киеве будем, или в Черновцах, или в Николаев поим на спарринговые сессии. Ну, судей с нами будем тренироваться и спарринговая, смотреть, подбирать так. На Украине мы должны выступить неплохо, в принципе. Это не пик формы должен быть, но мы рассчитываем на золотые медали. Чемпионат Украины где должен прийти? В Запорожье. Чемпионат Украины в Запорожье. Потом в апреле мы однозначно поим на итальянскую золотую лигу. Это открытый чемпионат Италии. И в конце апреля в Чехию в Пилзен. Там огромнейший международный турнир будет. В мае это второй этап украинской лиги карате. Летом у нас двое сборов. Первый на физподготовку. И в августе едем в Венгрию. Опять-таки на тактическую подготовку. Сентябрь это у нас Будапешт Опен. Октябрь это у нас опять-таки Чехия или Австрия. Мы посмотрим еще. Ноябрь это уже Малайзия, в принципе. В конце октября будет Малайзия. Посмотрим, посмотрим, как у нас удастся ли попасть в сборную. И будем ли мы вообще, даже если мы попадем в сборную, будем ли мы готовы делать результат на чемпионате мира. Если же я буду видеть, что это не так, то мы оттянем это лучше до следующего февраля на чемпионат Европы, который пройдет в Баку. Продолжение следует...